Началась установка верхней части памятника советскому солдату для Ржевского мемориала. Монтаж масштабной скульптуры планируется завершить к середине марта следующего года. С места строительства наш корреспондент Наталья Чекет. Работы по возведению памятника не останавливаются даже в холодное время. На стройплощадку доставлена верхняя часть центральной фигуры солдата. Сейчас идет укрепление бронзовых деталей на несущий каркас. Все элементы отлиты в подмосковном Солнечногорске. Всего на памятник потребовалось около 80 тонн специальной бронзы для художественного литья. Сначала 25-метровая скульптура солдата была вылеплена из глины и разделена на 600 деталей, которые отливались по отдельности. А теперь на площадке соединяются воедино. Монтаж частей памятника будет вестись в три этапа. Сначала устанавливается верхний ярус от пояса до головы. Затем низ шинели и последним будут смонтированы журавли. У нас, если вы видели памятник, он необычный. У него низ начинается с журавля. И очень трудно установить журавля так, чтобы потом весь памятник собрался. Поэтому приняли решение, начали вообще его монтировать с ремня. Заместитель министра культуры РФ во время общения с журналистами отметил, что строительство идет точно по графику. Уже сейчас видно, что мы точно укладываемся в график стройки. Мы наверстали все отставания, которые были технологические. Все службы и Российское военно-историческое общество, Музей Победы, наш генеральный подрядчик, Тверская область, все выполняют свои обязательства. И в этой связи слаженная работа дает уверенность в достижении результата. Рядом с памятником возводится филиал здания Музея Победы. Там планируют сделать павильоны для медиапроектов с демонстрацией фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией Марс, Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. Как рассказал Александр Школьник, в помещении планируется необычная экспозиция. В помещении, где будет экспозиция, сделать необычную витрину, которая будет, собственно говоря, в полу. То есть пол будет стеклянным, а под стеклом мы планируем разместить те предметы, которые находят наши поисковики здесь. Мемориальный комплекс возводится на месте кровопролитных боев 1942-1943 года в память обо всех советских солдатах Великой Отечественной войны. Открытие Ржевского мемориала станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы. Ясно одно, что эти люди, которые отдали свои жизни на территории Ржева, Ржевского района, Ржевская операция, это герои. Потому что благодаря их подвигу, благодаря их действиям были оттянуты силы для атаки на Москву, для задействования в Сталинградской битве. Поэтому роль их неоценима в истории нашей Победы, в истории Великой Отечественной войны и подтверждение тому памятник, который сейчас строится советскому солдату. И будем готовиться к 79-ю Победы, потому что будет много гостей. Уже завершена отливка бетонных стен, на которых будут закреплены стальные листы с именами погибших красноармейцев. Обустройство инженерных коммуникаций, которое взяла на себя Тверская область, полностью выполнено.